Добрый день, поважанные сябры! Сегодня мы протягиваем оповед про музейные предметы, которые отлюстровывают мясцовую традиционную культуру. Головной упор, который вы видите, заховывается у этнографичной коллекции и относится до начала 2020 года. Именно так на протяжении года на YouTube-платформе областного краеведческого музея проходило знакомство с необычными предметами, хранящимися в фондах учреждения. За это время были представлены видеоролики о 24 объектах из 23 музейных коллекций. Оружие, документы, элементы ткани, одежда, прикладная графика и живопись. Каждый экспонат имеет историческую, краеведческую, мемориальную ценность, отражает особенности жизни народа в разные эпохи в различных сферах. И это только малая часть того, что хранят фонды учреждения. У нас в фондах музея хранится более 175 тысяч предметов, а на постоянных экспозициях, как правило, представлено несколько тысяч, может быть, и того меньше. Весь музейный фонд действительно невозможно представить на постоянных экспозициях, поэтому мы делаем в течение года более 30 выставок, среди которых большое внимание уделяем именно выставкам предметов из наших фондов. Проходит так называемый фонд оборот, когда новые предметы с помощью этих временных выставок предоставляется для обозрения нашим посетителям. Финальная встреча в рамках проекта «Из темноты на свет» это возможность, во-первых, собрать в одном зале всех тех, кто был причастен к созданию этой инициативы. А ролики выходили в онлайн-пространство раз в две недели. Во-вторых, все представленные в онлайн-формате предметы теперь можно увидеть воочию. Они выставлены на обозрение в рамках экспозиции. Каждый объект – это целая история. Пролить свет на судьбы этих реликвий попытались ученые в достаточно необычной форме. Реальный, работающий, интересный проект в интернет-пространстве он первый. Удалось точно, потому что этот проект становится сегодня фундаментом и отправной точкой к следующему виртуальному проекту. Мы сегодня о нем расскажем. То есть это будет продолжение. Не в таком формате, но некое продолжение будет обязательно. Но останавливаться на этом работники областного краеведческого музея не спешат. Они успешно смогли интегрировать технологии в оффлайн-среду. А это значит, что в ближайшее время здесь еще появятся новые необычные. инициативы, которые бесспорно заинтересуют не только берестейцев, но и всех тех, кто только планирует посетить наш город. Но все же лучше один раз увидеть вживую, уверены историки. Такое взаимодействие работы нашей традиционной и работы, скажем, новой в интернете, они работают, скажем, симбиозно и взаимосвязно. Одно без другого, конечно, быть не может. И, конечно, мы в первую очередь радуемся тому, что люди приходят все-таки в музей и видят наши экспонаты вживую. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.